Добрый вечер, господа. Это ежедневная интерактивная программа «Реальное время» на волнах радиостанции «Финам.ФМ». Меня зовут Юрий Проньков. В самом начале, прежде чем представить моего сегодняшнего гостя, я вам сразу скажу, гость у нас впервые пришел к нам, гость крайне интересный. Может быть, его суждения, выводы, к которому он приходит, будут такими полемическими, но тем не менее, мне крайне важно услышать и мнение эксперта, и ваше мнение. Поэтому напоминаю, многоканальный телефон номер 65 10 99 6, код Москвы 495, и финам.фм. Это наши порталы в интернете, соответственно, для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция. Я вам с удовольствием представляю моего гостя. Это президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов. Леонид Григорьевич, вечер добрый. Добрый вечер. Вот смотрите, я начну с главного. Вы выпустили свою работу, свою книгу, да, которая очень так звучно названа. Я горд, что русский генерал. И открывается эта работа с заявлением о том, что вы решили баллотироваться на пост президента Российской Федерации. Там есть предыстория. Люди, которые к вам и общественные деятели, общественные организации, которые обратились, вы затем это поддержали. Но известно, что вас не зарегистрировали, вы не стали официально кандидатом в президенты России. Вы когда шли, вы на что надеялись? Я когда читал вашу книгу, да, и у меня подспудно вот постоянно этот вопрос. Вот на что рассчитывал русский генерал, понимая, что в нынешней системе координат, да, очень сложно? Ну, вы понимаете, что инициатором вот этого выдвижения был не я. Мы, наша позиция была, это позиция Академии, но главное, военно-державного Союза России, это выдвинуть единого народного кандидата. И мы вели переговоры и с КПРФ, и вели переговоры со справедливой Россией, ну и с теми общественными объединениями, политическими партиями, которые, ну, не имели шансов попасть и не являются домскими партиями. Вот. И, вы знаете, согласился Зюганов с тем, что-то выдвигать единого, согласился даже с тем, ну, с оговоркой, что если, значит, не он будет, то призовет КПРФ поддерживать, но потом не прибыл на общероссийское офицерское собрание, не прибыл на совещание руководителя общественных объединений, политических партий. Вот. И мы стали переделать. И, по сути дела, отказался, выдвинул свою кандидатуру. И мы вот оказались в такой ситуации, но, тем не менее, решили пойти. Меня убедили в этом. Понимаю, что победить будет крайне сложно, но хотя бы донести иные, чем у партии власти, иные, чем даже у коммунистов, идеи, концепции, стратегии о будущем России, о ее местоположении в современном мире и так далее. Вот эта задача стояла. Ну, и в какой-то мере мобилизовать, ну, электорат не нравится мне слово, а просто наших людей, которые недовольны тем положением дел, которое сложилось в России. Ну, вот в тот момент вы искренне надеялись, что вы добежите до финишной прямой? Ну, конечно, конечно. И, вы знаете, ну, во-первых, мы почувствовали мощнее. Вот я лично ощутил даже не ту поддержку, на которую рассчитывал. Потому что со всей страны, из Кавказа ехали делегации, там, звонки. Север, Дальний Восток, вот, ваши коллеги, журналисты ночами приходили, помогали программы составлять и так далее. Ну, и вот русская служба новостей, когда там Даренко поставил вопрос, что если бы вы завтра голосовали, вам пришлось голосовать, кто бы проголосовал за Ивашова? Ну, там более 92%. Я понимаю, это только часть, конечно, это эмоции. Но вот новую, и мы как бы вот стратегию выставили, не обещание, а показать российский потенциал и внешнеполитический, и внутренний, он огромен. И показать, как этот потенциал можно организовать на профессиональной такой вот основе. Чтобы не выпрашивали мы там, дайте кредит, повысите пенсию, а чтобы Россия могла развиваться. И мы различали рост, о котором и Путин говорит, и власть, вот, рост, рост, у нас там ВВП, чего-то. Мы говорили о развитии государства, общества и каждого человека. Вот скажите, как вы относитесь к нынешней власти, по моей инсайдерской информации, да? Мне сказали, что вы иногда бываете в Кремле, с вами общаются. Я не знаю круг этого общения, да? Я не знаю, кто эти люди, президент ли или его помощники. И вот в этой связи у меня возникает вопрос, да, нет ли диссонанса. Встречаетесь ли вы на самом деле с кремлевскими людьми? И в чем ваши главные антитезы тогда? Ну, вы понимаете, в Кремле я был последний раз, это, ну, наверное, где-то в 2000 году. А, вот так даже, да? Да, в Кремле, конечно, ни с кем я не встречаюсь, иногда обращаются за консультациями. Но это не первые лица, как правило, а вот за профессиональные консультации. Часто мы взаимодействуем с МИДом, вот выработать просто позицию. Я когда-то профессионал занимался международными делами, вот такие вещи. А в январе, уже после снятия моего, ну, пригласил меня в Новоогорёва Владимир Владимирович Путин. Причем я жестко поставил условия, когда вот эти там переговоры шли не с ним, а, что никакого телевидения, никакого пиара. Я спросил, о чем будем говорить? О судьбах России, о ее будущем. Я говорю, пожалуйста, будем говорить. И мы там почти два часа с ним проговорили. Дискуссия была сразу, скажу, острой. Острой. И первый вопрос там, вот вы утверждаете, что Россия деградирует. А вопрос к господину Путину был. Да, да, да. Я вот так не считаю и так далее. Мы схватились на фактах, на цифрах. Вот пока показывали. Вот я убеждал, что Россия деградирует. И, ну, не знаю, согласился он, нет. Но реакция через несколько дней была, потому что он не владеет многими фактами. То есть, подожди, подождите, Леонид Григорьевич, вот это очень принципиально важный момент. На ваш взгляд, глава государства, ну, так будем, да, хоть вы встречались в январе, но, тем не менее, всем было понятно. Ну, тогда он еще не был главой государства. Но куда он, да, направляется? Не обладает всей полнотой информации? Полнотой информации не обладает. То есть, им манипулируют? Вот, манипулируют, подставляют просто не те данные. И, во-первых, уводят, вы понимаете, от конкретной проблематики. Вот, уводят, что растет ВВП, снижается инфляция, там. Цифры вроде, да, такие сухие. Наоборот, да. А когда начинаешь говорить о конкретном человеке, вот, об падении уровня образования, о том, что там у нас почти 5 миллионов ребят беспризорников, о том, что миллионы ребят не обучаются, что мы ждем? О том, что творится у нас на селе. Вот, я остро обозначил проблему Дальнего Востока, что у нас, вот, от Енисея до Камчатки чуть больше 7 миллионов осталось. И он реагировал, конечно, на это. Ну, что я их, вот, мы бизнес зовем и так далее. Я говорю, никто не пойдет в эту пустыню, если мощного государственного стратегического планировать. Вот, государство пойдет первым, задаст проекты, и бизнес пойдет туда, и будет развиваться. Какой была реакция Владимира Путина? Он говорил, что это глупости? Нет, 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 нет. Он реагировал на это в целом, ну, болезненно. Да, и вот, говорил, что мы приглашаем куда бизнес и так далее. Но, мне кажется, узелок он завязал. Вскоре последовало, ну, как бы, обращение к нашему Востоку. Я ему говорил, он просто отпадет. Все, его не надо там не защищать, он отвалится. Вот, потом, значит, вот, внимание к Дальнему Востоку. Потом стратегическое планирование. По-моему, он впервые за все свое пребывание у власти, вот, поговорили, что это. Он вспомнил, что он диссертацию как раз кандидатскую писал о стратегическом планировании в экономике. Да, то есть, я считаю, такая беседа была полезной. И я сказал ему, что, Владимир Владимирович, вы понимаете, что мы не знаем, куда движемся. Он, США, и даже вот, можно обобщенно, Северная Америка, Европа, Китай, Индия, они имеют свои геополитические проекты. Где-то глобальные, где-то региональные имеют. У России нет геополитических идей, нет геополитического проекта. И, конечно, естественно, нет своей геополитической доктрины. Поэтому мы работаем действием по чужим проектам. И бизнес наш, и политика, и внешняя политика, и Миноборона, и так далее. Но Путин вряд ли согласился с этим. Ну, он, по крайней мере, он, а кто напишет? Я говорю, напишем мы, ученые напишем, и проект такой доктрины сделали мы, конечно. Вот, очень острая была у нас полемика по Министерству обороны. По, конкретно, персонально, по господину Сердюкову. Вот, по тем его деяниям, и по всему, что творится в армии. И вот здесь я убедился, что он истинной ситуации в вооруженных силах и в Минобороне не знает. Не знает? Не знает. Ему вот сыпят какие-то факты, а вот глубины, вот, и последствий, тяжести последствий этих реформ, он, мне кажется, не представляет. Ну, мы видим. А на ваш взгляд, кто манипулирует президентом? Что это за группы лиц? Кто в этом заинтересован? Да вы понимаете, вот здесь можно искать там заговор какой-то. Вы поставьте, вот возьмите себе в помощники полностью непрофессионального человека, ничего не понимающего, не обладающего ни знаниями, ни опытами, и он будет вами манипулировать, потому что будет и выводы, и факты докладывать не те, которые лежат в основе тех или иных процессов событий, и выводы будет не те. И мне кажется, вот этот непрофессионализм и полная безответственность тех, кто вокруг него работает, вот, они не отвечают за свою сферу, они вот участвуют как бы в деятельности этой сферы. Вот, мне кажется, вот это главное, что непрофессионалы вокруг и безответственные люди, они, ну, несут ему какую-то чушь или то, что может быть приятно его у. Почему у генерал-полковника Леонида Ивашова вызывает вот столь аллергическую реакцию военной реформы, которую проводит нынешний глава Минобороны господин Сердюков, мы об этом предметно поговорим сразу после краткого выпуска новостей. 19 часов 18 минут, реальное время, здесь генерал-полковник президента Академии геополитических проблем Леонид Ивашов, ваши письма на финам.фм, там же идет и прямая веб-трансляция 65 10 99 6, код Москвы 495, номер многоканального телефона для ваших звонков. Леонид Ивашович, все-таки почему столь аллергическая реакция на военную реформу господина Сердюкова? Вы простите меня, бояре плохие, царь хороший? Да нет, ну, царь его и подбирал, и назначал. И несет ответственность. Объяснить не мог, почему он вот его назначил, ну, по крайней мере, разумительно, вот, и вы понимаете, ну, во-первых, уже настороженность вызывает, когда идет не профессионал, не знающий государственной политики, не знающий внешней политики, политика в сфере безопасности, вот, идет на этот пост, это уже вызывает настороженность. Но господин Сердюков пришел и стал все крушить, ломать. Вы знаете, могут вот быть такие ситуации, когда вот непрофессионала назначают. Но что бы я сделал, если бы меня назначили директором крупной торгово-мебельной фирмы? Ну, наверное, взял бы специалистов, профессионалов вокруг себя. Он, наоборот, стал профессионалов разгонять. У меня лично вот к нему нет. Меня изгнал Иванов, лучший министр обороны. Нынешний глава президентской администрации. Да, да, да. Он, как бы, подлинненьким таким образом, там, доложил Путину, что я страшно прошусь, не хочу работать и так далее, да. Вот. И потом мне из администрации, замглавы администрации, говорит, Владимир Владимирович, две недели не подписывал указ о вашем увольнении. Ну, Иванов настаивал, что вы уже и на работу там не выходите и так далее. Ну, вот, видите, каких вы подлых назначаете министром обороны. Так что, в этом плане... Ничего личного. Ничего личного. По отношению к Сергею. Но он пришел и он стал разгонять профессионалов. Он вел себя, знаете, странным таким каким-то образом. Вот ничего не понимая, он принимает стратегически важные решения. Ну, у нас корпоративное, вот это военное сообщество, я информацию каждый день получаю. И причем получаю регулярно представление счетной палаты по теме или иным делам, главной военной прокуратуры. И когда смотришь, ну, армия превращается в некую такую фирму коммерческую. Вот. И вот его деяние, он уничтожил военную разведку. Ну, разоружил ее, мягко скажем, сократив там и так далее. Он уничтожил военную науку, он уничтожил, разогнал, распустил. Он уничтожил почти военное образование. Вот. Система управления, ну, сегодня малоспособна. Это в августе 2008 года проявилось, да. А это важнейшие элементы, которые составляют как раз вот систему военной организации, систему обороны. Вот. Ну и... На ваш взгляд, вот какая конечная цель, господин Сердюков, будущий главой Минобороны преследует. Да трудно сказать. Ведь, наверное, кто-то за ним стоит. Вы наверняка анализировали, да? Пытались понять. Нет, мы анализировали. И в книге, вот, я горд, что русский генерал. Я там как раз об этом пишу. Вот. Пишу и привожу публикации ранее, которые я там публиковал в других изданиях. Вот. Вы понимаете, вот, тенденция четко просматривать, свою армию сократить до минимума, чтобы она была малобоеспособной, но создать механизмы пристыковки к структурам, военным структурам НАТО. И учения, кстати, подобные проводятся. То есть, мы придатком явимся вот этого большого военного монстра. Для кого? Для чего? В каких ситуациях нас будут задействовать? Ну, это очевидно. И по технике. Вот. Ну, зачем вот нам мистрали нужны? До сих пор моряки гадают. Зачем нам итальянские бронеавтомобили, которые в наших условиях, особенно северных, работать не могут? Ну, то, что подрываем своего производителя, это естественно. И вот этот разворот, переход на бригадную систему. Ну, да, где-то это возможно и так далее. И в советское время у нас бригады были. Но вы понимаете, когда вот страна обладает таким большим пространством, и когда соперники, мы их мягко назовем, потенциальные противники, вот, имеют различные военные потенциалы, различные организационные структуры, вот, то здесь нужно гибко. Ну, где-то, да, бригадного состава будет достаточно. То есть, не шаблонные решения, а индивидуально по каждой ситуации. Видите, что облик армии создается на основе научного прогнозирования, выявления всего спектра угроз, и реальных, и ближнесрочных, долгосрочных и так далее. И мощного анализа методов и средств, чем и как эти угрозы нейтрализовать. Ведь, да, угроза может зародиться где-то, но ее решается жестким там внешнеполитическим действием, мерами останавливать, поддержанием международной системы безопасности, тех же принципов уставов, где-то экономическими методами можно отодвинуть эту угрозу. Но есть спектр угроз, который придется решать военным путем. Вот такого видения в Минобороны сегодня абсолютно нет. Вообще, конечно, это крайне настораживает, по меньшей мере. Ну, вы знаете, вот я факты имею, идет совещание, генеральный штаб, все же это мозг там армии, раньше называли мозг страны, анализируют, работают там, управление там, всю цифирь составляют, сопоставляют там с реальной военной, военно-политической обстановкой и вносят предложение. И этот, так называемый, министр, он может сказать, все, ничего этого не будет, вот так, вот столько там вам иметь нужно и прочее, прочее. Вот это сократить. Но получается, что господин президент ему так доверяет? То есть это высшая степень доверия? Ну, не знаю, но вы понимаете, вот есть такие факты, ну, которые просто вот, ну, даже не военным людям они кажутся странными. Ну, например. Ну, например, ну, посмотрите, сегодня он везде ставит женщин. Вот, и жилищные вопросы все там, и замминистра, и все там курируют. Я не против женщин? Нет, я не против женщин, тем более у него красивый. Ну, мне кажется, что он раздает этим красивым женщинам должности в качестве подарка. Вы можете представить, чтобы вот где-то в какой-то другой сфере за военное образование, военную науку отвечала женщина, ни часу, ни преподававшая, ни работавшая в каком-то вузе даже, гражданском, но всю же сознательную жизнь занимавшейся торговлей алкогольной продукцией. Вы можете вот этот бред такой, этот ужас представить? То есть это вот, это вот... Ну, выбежал мальчик там от госпожи Приезжевой, что-то там говорил об оптимизации и так далее. Его там разгромили. Вот всю систему образования нынешнюю, ну, называют преступлением. Вот то, что творится. Я так понимаю, это подбирая слова, да? Да, да, мягко говоря уже. Вот. И так почти в каждой сфере. Так почти в каждой вот сфере. Вот смотрите, Леонид Григорьевич, я слышал такое мнение, что российский генералитет, куда и вы входите, это такая крайне консервативная корпорация, что вы возненавидели реформы Сердюкова, потому что, ну, я сейчас обобщаю, да, вы генералитет, массив людей, которые действительно там потом, кровью, знаниями добились этих высоких постов, положений и так далее. Он начал на вам на пятки наступать, и генералы взбунтовались, и вот генералы поносят министра, да? Вот потому что они консерваторы, потому что их якобы от какой-то кормушки убрали, Леонид Григорьевич. Вот мне скажите, а, от какой кормушки вас убрали, б, это действительно так, вот такая очень крайне консервативная корпорация? Ну, вы знаете, это глупость, что какая-то кормушка была, этого не было, ну, может быть, где-то там тыловики там с продовольствием что-то имели и так далее, а так кормушка вся, что день и ночь нужно было пахать, и причем умно пахать, работать, да, мы служили. А вот сегодня и такого ни в советской армии, наверное, ни вот в российской даже 90-х годах быть не могло, когда главного военного медика, генерала, вот, осудили за коррупцию. Сегодня, я еще раз говорю, это некая, вот, элемент некой криминальной структуры. Ну, смотрите, главный военный прокурор на пресс-конференции заявляет, что в армии сегодня мощнейшая коррупция, почти 25%. Я помню, эта пресс-конференция, она меня срубила просто. Да, бюджет разворовывается, а прокурор говорит, я могу там где-то сказать там около 30%, а не только по выявленным фактам. Вот, и посмотрите, с тем же жильем, вот, представление счетной палаты, там, мягкое такое, но показывает, что полнейший бардак. Ну, один пример, я прошу наших радиослушателей, вот, не цепляться за цифры, я обязательно ошибусь здесь, но порядок будет тот. Ну, например, остров Русский, там, 86, например, стоящих в очереди на получение жилье, покупают там 2400 квартир. Для кого? И вот, а то, что с тыловым обеспечением сделали, вот этот автосортинг, ну, во-первых, своим корешам роздано были ранее действующие военные системы, там. Значит, и продовольствие там, и, значит, вот там, обслуживание, там, стирка белья и так далее, в результате этого... Но это конкретные финансовые ресурсы. Да, но эта стоимость увеличилась в несколько раз, ну, по крайней мере, в два раза это точно везде. И теперь, представляете, вот, был у меня командир одной бригады, вот, и жаловался просто, что его лишили тыла, и теперь бригада выходит на учение, и они ждут, когда эти кафешки гражданские поедут кормить солдат в поле. Они не едут. Продолжим наше общение с генералом Вашовым сразу после краткого выпуска новостей. 19 часов 31 минуты. Реальное время. Финам. ФМ. Меня зовут Юрий Пронько. Напротив меня генерал Леонид Ивашов. Ваши вопросы на финам.фм. Там же идет и прямая веб-трансляция. Звонки на 651099.6. Код Москвы 495. Игорь Ильич, ну, вот, понятно, что так называемая военная реформа, на Ваш взгляд, да, приводит, мягко говоря, к плачевным последствиям. Но вы же геополитик. Вы геополитикой занимаетесь, страшно сказать, не одно десятилетие. По факту, да, и это действительно так, вы специалист. Вот меня, как журналиста, который, кстати, прожил 30 лет на Дальнем Востоке, я очень хорошо знаю регион Якутию, Хабаровский край, Восточную Сибирь, вот, Иркутскую область в частности, да, учился 5 лет в Новосибирском университете. Интересует. Вот, на Ваш взгляд, у нас просто время крайне ограничено. Какие основные сейчас геополитические вызовы стоят реально, не мнимо, а реально перед Российской Федерацией, то есть перед государством, гражданами которыми мы являемся? Ну, геополитически. Сегодня есть три ведущих геополитических центра мира. Северная Америка, Европа и Китай. И они находятся в жесткой конкуренции с друг другом по поводу, прежде всего, природных ресурсов и рынков сбыта. И вот мы с тревогой, например, наблюдаем за отношениями с Северной Америкой и с Китаем. А если они договорятся за наш счет? А такое вы допускаете? А почему нет? Вот, в Китае в 2009 году вышла книга «Китай недоволен», где они как раз там и пишут, а что нам делать соблюдать международные свои там обязательства и гуманность, если мы станем перед дилеммой катастрофы нации в связи с ресурсами. И дальше они описывают вот такие пространства, огромные, богатые ресурсами, где 2-3 человека на квадратный километр жителей. И они откровенно там пишут, что вот мы, трудолюбивые китайцы, придем на эти земли и сделаем их там цветущими и предоставим обязательно русским там и работу, и жилье, и так далее. Вот это наши соседи китайцы, друзья. Ну, то, что американцы уже, ну, не буду я, наверное, много приводить, но, пожалуйста, тоже госпожа Олбрайд, госсекретаря США, которая, что это несправедливо, что Россия вот принадлежит столько, но до этого там все геополитики, они англосаксонские, все геополитики, начиная там от Альфреда Мехина, адмирала, Макиндера и так далее, они, ища вот эту формулу мирового господства, исследуя, возможно, они все говорили, без контроля над Россией не может быть контроля над Евразией, без контроля над Евразией не может быть мирового господства, мирового там доминирования и так далее. То есть мы в центре, вот, мы объект, понимаете, постоянно, и вся эта холодная война там и все прочие, это просто вот результат реализации вот этой геополитической идеи Соединенных Штатов. Подождите, мы объект, то есть мы не субъект этой игры. Ну вот в этой тройке... То есть субъект, вот, вы их обозначили. Да, 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 это субъект, который формирует мировые процессы, а мы где-то во втором эшелоне, ну вот там Индия играет какую-то роль, но не главную. И плюс еще есть мощнейший субъект, это транснациональное сообщество. Это тысячи транснациональных корпораций, это мировые банки и так далее. Вот. И мы для каждого из них, ну, как Бжезинский говорил, Россия это приз. Приз. Вот. Поэтому мы объект, да. Олег Григорьевич, вы не понимаете, я год назад встречался с Бжезинским, мы лично вот общались, да, я с ним сделал большое интервью, так вот глаза в глаза, я его пытал по разным поводам, в том числе задал ему вопрос, ну неужели вот вы такой вот антирусофоб, у меня даже это в вопросе прозвучало, да, жаждете расчленения России. Ну, он мне, конечно, сказал, что это все глупости, он никогда не был против России, он всегда за свободную, демократическую, равную Россию, равного партнера. Но вот я хочу сейчас зацепиться за ключевой момент, то есть Вашингтон и Пекин могут разыграть карту, при которой мы останемся вот этим объектом экспансии, продвижения, и получается эти две силы, они вообще наш фактор не будут учитывать? А почему они должны учитывать? Почему они должны учитывать? Они будут только учитывать факторы ядерного оружия, но мы применить его не можем, это самоубийство, это ядерное оружие, это политическое оружие сдержанное. А дальше они просто договорятся и нам объявят. Вы понимаете, что сегодня уже энергетических ресурсов на планете не хватает более чем наполовину. Вот 7 миллиардов по 2 киловатта для того, чтобы нормально жить на каждого человека. Итого 14-ти роватт. Планета сегодня или человечество может дать только 7. И это обостряется. И вот я убежден и говорил об этом не раз, что вот это ливийские там события, события вот против Сирии там, против Ирана готовятся. Это главная все же цель, это не изменение там режима завоевания нефтяных полей, это вторичное. А главная цель это подорвать экономику Китая. Экономику Китая. Сократить потребление экономики Японии, там Индии и так далее. Вот эта геополитическая борьба, она идет. Но сегодня, ну слава богу, наверное, плохо будет сказать, но она идет на чужих территориях. Но против того же вот Китая. Американцы, развязав конфликт в Ливии, работали против Европы, как своего экономического конкурента. И думать, что мы вот будем спокойно на все это взирать, вряд ли. И поэтому вот мне кажется, у президента Путина уже сегодня некое осознание этой угрозы есть, что мы исчезнем просто и как цивилизация, и как страна. И поэтому сегодня бросились вот восстанавливать оборонную мощь. Политика несколько внешняя изменилась. Ведь это ЧП, геополитическое ЧП, когда Россия трижды, Советский Союз даже этого не делал, трижды витирует западную резолюцию в Совете Безопасности ООН. То есть вот какое-то осознание проявляется у части нашей элиты. Ну знаете, на самом деле вот по Сирии я человек, который поддерживает всяческие демократические принципы. То есть я считаю, в осменяемость власти это право людей, простых, обычных людей. Но когда я слышу от американских политиков о том, что они демократизируют, ну даже мне становится смешно. Потому что это либо осознанная провокация, абсолютно осознанная, которую прикрывают таким красивым, может быть, демократическим жупелом, либо это вообще непонимание того, что происходит. Либо это вообще-то фашизм. Ну либо, может быть, и такое жесткое. И нам, вы понимаете, Сирия, ну важна она, понятно, и по-человечески нам близка, и как наш стратегический партнер, союзник в какой-то мере может быть. Но для нас главное – это то, чтобы не позволяли разрушать вот ту систему международной безопасности, которая сформировалась на десятках, на крови десятков миллионов людей, погибших во Второй мировой войне. И когда мы вообще разрешаем выносить, вот как по Ливии было, этот вопрос на рассмотрение Совета Безопасности, что Второй статьей Устава ООН, пункт 7, запрещено совбезу делать, и мы молча там проглатываем все это, мы даем зеленый свет для уничтожения целого государства. И поэтому вот сейчас, и мы с Путиным об этом говорили, что нам важно, чтобы работала система международной безопасности, чтобы насколько бы ты силен не был, значит, ты не имеешь права уничтожать, другого менять режим и так далее. И вот в этом плане мы сейчас работаем над тем, чтобы система международной безопасности базировалась не на превосходстве одного там нагловатого какого-то этого субъекта, а на принципе баланса сил. И вот этот Евразийский союз сейчас, вот он на устах, мы отрабатываем конструкцию и в изборском клубе, и вот в академии. И далее мы видим, что нужно сегодня создать вот эту систему баланса сил. И поэтому Шанхайская организация сотрудничества, инициатор, который было мое главное управление, когда я возглавлял его, именно чтобы создать некий второй полюс, баланс. И вот мы предлагаем ее развернуть Евро-Азиатский союз. Но не в нынешнем составе, а вот Россия во главе Евразийского союза, Китай, обязательно Индия, чтобы балансировать нашего соседа, обязательно Иран, ну а далее Пакистан. А вы считаете, у нас есть ресурсы вот для такого, исполнения такого глобального проекта? Это же глобальный проект. Юрий, Это гигантские ресурсы. Вы понимаете, мы когда, вот мы привыкли за последние десятилетия, когда говорим о ресурсе, смотрим, а что у нас в кармане есть, или что там у нас в банках, и так далее. Есть такая категория в геополитике, как геополитический потенциал. Мои студенты это хорошо знают. Это не вот кратковременные или не текущие факторы, а это постоянно или долгосрочно действующие факторы. И вот когда мы начинаем... Ну, например, вот конкретный фактор. Ну, пожалуйста, пространственное положение, где мы находимся и так далее. Масштабы территории, вертикальный и горизонтальный ресурс. Ну, горизонтальный это вертикальный, понятно, а горизонтальный это коммуникационные возможности. Это наш технологический уклад, это опыт, ну, там, духовная составляющая, великие победы, достижения и так далее. Но опыт создания сверхсложных технических и социальных систем, и даже межнациональных систем. Это интеллект народа, это уровень образования и так далее. Это высокая культура, вот наша способность творить и так далее. И когда мы берем эти параметры и сравниваем с американскими, мы, ну, где-то в два раза превосходим американцев, не говоря уже о китайцах и так далее. Вопрос, ну, вы согласны? Я понимаю, да. Что мы самые богатые люди на планете. Это правда. Так вопрос, вот, как организовать и какой курс выбрать нам развитие. И вот мы об этом, и я в своей книге говорю, и мы эти проекты ищем. И вот эта евразийская модель и евразиатская модель, это, по сути дела, будущее, которое мы предлагаем. То есть Россия еще не подписан приговор? Нет. Вот когда мы с вами говорили, два субъекта, ну, или три субъекта, да, конкурирующие между собой Северная Америка, Европа и Китайская Народная Республика, мы с вами говорим, что мы все-таки объект, а не субъект. Но есть шанс стать субъектом? Есть, конечно. И причем, вы понимаете, мы можем стать, ну, мы вообще-то геополитические центры Евразии. Это как западные геополитики, как наши евразийцы, включая Льва Николаевича Гумилева, говорили, его фраза уже как бы завещание нам, если России суждено возродиться, то только через евразийство и так далее. У нас есть этот вектор, и вот Путин сейчас разворачивается туда. С министром обороны Сердюковым? Нет, этот министр обороны, мне кажется, он все равно сидеть будет. И даже если Путин президентом. Сидеть, в смысле, не в своем кресле, насколько я понимаю. На нарах, на нарах. Потому что, ну, Путину придется оправдываться перед армией, перед народами и так далее. Значит, кто-то подскажет, что вот этот натворил все, а докладывал вам неправду. Ну, вообще, на самом деле, вот это крайне принципиальный момент, который мы сейчас с вами затронули, это геополитическое, действительно, место России, вот в этой конкурирующей конфигурации, как мне представляется, на самом деле, мир не просто стал конкурентным, да, это происходит уже семимильными шагами, галлопирующими просто темпами. И если не успеть, то тогда будет точно приговор подписан. Ну, вот нужно, вы знаете, вот я, например, ответы на многие вопросы современности нахожу в исторических наших книгах, исследованиях и так далее. Ну, вот, например, там на Кавказе сейчас межнациональное отношение и так далее. Владимир Иванович Ломанский еще в середине 19 века, вы знаете, он дал точно... Энгриевич, я прошу прощения, что сейчас прием, потому что это очень важная тема. Сразу после краткого выпуска новостей с генералом Мавашум как раз поговорим, да, о проблемах Кавказа. 651099,6 наш многоканальный телефон. 19.48, реальное время, Финам-ФМ. Генерал-полковник Леонид Ивашов здесь и сейчас. Энгриевич, коротко по Северному Кавказу и будем переходить к вопросам наших слушателей. Пожалуйста. Да, я быстро говорю. Владимир Иванович Ломанский в середине 19 века он писал о том, что вот как русский, российское государство снесет культуру и образование малым народам. И там есть такое, он говорит, но странное дело, как только вот эти люди, элита этих племен там и народов, народностей поднимается до уровня русской культуры, они тут же спешат встроиться в русскую элиту, порывая порой со своей. Так вот, это здесь ответ, почему это происходит на Кавказе. Падение культуры, падение образования, падение социального положения большинства, безработица и так далее. И поэтому пытаться навести в порядок только солдатам, полицейским, там, спецназам, это неправильно. Вот это должно быть главное. Подъем культуры, чтобы культура не замещалась суррогатом религии. Создаются условия благоприятные для действий спецслужб на различных там некоммерческих организациях, которые под руководством этих спецслужб, для проникновения чуждой религии и так далее. И мы видим, что получается. Поэтому вот главное образование, культура, наука, чтобы человек развивался, она деградирует. Деградирует, он обязательно идет в лес. Делать выводы из собственной истории. Леонид Ивашов здесь в реальном времени спрашивает. Так, пусть даже и завуалировано, но, Леонид Григорьевич, скажите, какое состояние наших военных сил сегодня? То есть даже допускают. Ну, пусть завуалировано, но все-таки откровенно ответим. Ну, я бы сказал, тревожное. Тревожное, потому что армия, как военная организация, способная обеспечить военную безопасность страны, у нас сегодня не присутствует, не существует. И события... Ну, если Грузия нападает на нас... А если, я всегда говорю, а если бы они вместе там с Латвией или Эстонией напали? Мы для грузинского вот этого конфликта со всей страны собирали готовые боевым действием самолеты и экипажи, способные действовать. Поэтому разношерстная такая была у нас там авиационная группировка и даже стратегический самолет применили, который и был сбит, кстати. И разведка вообще наша проморгала под... Это результат вот того, что Сердюков с ней сделал. И сроки нападения, и состав группировки, и не знали, какие средства ПВО здесь есть. Это вот, знаете, миниатюри модель армии. Вот Александр пишет, но это чуть более чем удивительно. Я вам цитирую письма, как они приходят, да? Путин не в курсе реальной работы одного из ключевых членов своей команды. Вот что ответите, Александр? Да вы знаете, вот Путин четыре года, мне кажется, он работал в таком расслабленном режиме. И Путин назначил Сердюкова, но не нес, как председатель правительства, не нес за него ответственность. Потому что это креатура уже верховного главнокомандующего. Президента. На тот момент, да. И мы, честно говоря, вот не знали. И я задавал вопросы там и депутатам, и динаросам, даже там главным комитетом. Я говорю, вы скажите, кто у нас сегодня верховный главнокомандующий? Они говорят, по конституции президент. Я говорю, а реально кто? Ну вот такая ситуация. Вроде Путин назначал, но не несет ответственность. То есть Медведев не назначал и тоже не несет ответственность за своего министра. Но, как мне представляется, Ленин Григорьевич, президент, не может себе такую роскошь позволить. Ну, позволит, но я не знаю, какие отношения. И политическая партия, Единая Россия тоже не несла за него никакой ответственности. То есть вот ссылка, что а на Западе там гражданские министры, она здесь несостоятельна, потому что там политическая партия побеждает, министры и несут ответственность. И четкое разграничение полномочий гражданского министра, ну и там. То есть вообще, получается, ни одна из схем у нас не работает. Да нет, это криминальная схема и не более того. Сергей пишет, с такими воинственными генералами мы никогда не обеспечим армию жильем и нормальными пенсиями. Да нет, вы знаете, вот вы затрагивали генерала и так далее. Ну, меня называли там ястребом в НАТО. Но против чего вот и я сражался, и мои коллеги, мы, посмотрите, ни один генерал сегодня нормальный не призывает к войне каким-то агрессивным действием. Мы, наоборот, стоим против войны, против агрессии. И мы прекрасно понимаем, что слабая армия, она всегда провоцирует, ну, во-первых, рождает иллюзию безопасности у народа, а во-вторых, провоцирует более сильного противника вот нанести этот удар сегодня, пока армия слаба у того или иного государства. Давайте послушаем телефонные звонки. Вечер добрый, вы в эфире. Как вас зовут? Алло. Алло, здравствуйте. Меня зовут Юрий. Да, Юрий. Я хочу задать вопрос генерал-полковник относительно товарища нашего, если он нам товарищ, министра обороны. Ну, раз он такой вот безнадежный, бестолковый, что его держит, что может держать его на этом посту? Вы говорите, что никто не несет ответственность. Президент уже несет ответственность. Ну, сегодня, сегодня да, и я надеялся, что... Да, я вот сразу двумюрем отвечаю. А я надеялся, что сразу после инаугурации Путин уберет, потому что он действительно пытался разобраться в этом человеке. Но, видимо, какие-то обязательства есть, есть какие-то внешние рычаги управления, в том числе и президента, которые не позволяют вот сделать этот шаг. Кто-то есть. Но вы, по всей видимости, Олег Григорьевич, что-то недоговариваете. Я думаю, вы, конечно, понимаете, о чем идет речь. Знаете, мне задали вопрос однажды. Леонид Григорьевич, а скажите, вот, почему вам удалось бросить батальон Приштину? Это известная история. Да. Почему вот вам не помешали там ничто? Я задумался, ну, не знаю, честно говоря, даже, что ответить. И я говорю, наверное, потому что ни у меня, у моих коллег нет ни единого цента в зарубежных банках. А те, у кого там миллионы, миллиарды, они выбирают или оставить там Сердюкова, или еще по любому вопросу. Или лишиться, получить скандальную историю и так далее. Наверное, вот эти внешние рычаги влияния, они сохраняют. Вообще это называется продажность. Вообще это называется преступление. Вы знаете, Евгений. По отношению к собственной стране. Это да. Но вы понимаете, что сегодня вот мы считаем, что война, война обязательно, когда падают бомбы. Не обязательно. Геополитическая операция, это финансовая, информационная операция, там финансовая, экономическая и так далее. Но главным объектом в этой войне является властвующая элита. Вот ее или запугать, или подкупить, или дать ей там наворовать и спрятать многое. А потом бери за горло его, и он будет выполнять, что мы и последние 20 лет, собственно говоря, наблюдаем. Генерал Ивашов в реальном времени на Финал-ФМ. Добрый вечер, как вас зовут? Алло, здравствуйте, меня зовут Андрей. Да, Андрей. Вот, Юр, вы говорите, лукавит ваш собеседник. Я говорю, не договаривает. Вот-вот смотрите, как это. Не договаривает. Да, Степан, извините, извините, Юр. Не договаривает. А я хочу сказать, что немножко лукавит. По причине, что Путин все эти 4 года, он был главой кабинета министров. И несмотря на то, что кому бы так не подчинялся формально, но он этого человека ежедневно видел в режиме реального времени. Но Путин, да, здесь я не лукавлю. Просто Путин, вы понимаете, он как председатель правительства не отвечал за оборону, безопасность страны. Эти функции в Конституции прописаны за президентом. Я не знаю, хотел ли он, чтобы это не получилось у Медведева, не хотел ли. Но именно так, что вот я говорю, мы сами перед собой ставили вопрос, кто у нас реально сегодня является главнокомандующим, верховным главнокомандующим вооруженными силами. Я не буду защищать генерала Ивашова, да, тем более, Олег Григорьевич, в этом не нуждается. Но я вам так скажу. Вот давайте, положая руку на сердце, честно себе представим. Вот не надо обожествлять и абсолютизировать власть Путина. Вот как это ни странно сейчас прозвучит для кого-то, да, но и власть президента имеет свои уровни сдержек и свои уровни противовесов. Во многом, к сожалению, они не публичны. Но они есть. Юрий, но вы понимаете, важнейшая, самая главная функция государства и лидера государства, это безопасность. Безопасность самого государства, безопасность общества, безопасность всех нас. Вот. Это главная функция. И торговаться безопасностью здесь, это преступление. И, кстати, Путина... Эй, Андреевич, ну мы тогда подходим к моменту, когда президент либо не может, по разным причинам, о которых вы говорили, либо... И дальше я поставлю многоточие. Ну, если он не может обеспечить главную функцию государства, безопасность, значит, он не может и быть главой этого государства. Вы понимаете, мы же выбираем, там, голосуем в надежде, что, первое, он принесет нам безопасность. А если он эту безопасность сознательно, несознательно разрушает, значит, он, ну, творит то, что он сам в одной статье сказал, что коррупция в оборонной сфере, это... Да. Ну, а те цифры, которые главная военная прокуратура приводит, даже если основываться на этих 30%, я просто помню эту пресс-конференцию, у меня волосы дыбом стали. То есть, а если, Игорь Григорьевич, вот память о том, что 20 триллионов предполагается в ближайшее время направить на оборонно-промышленный комплекс страны, это что, 30% можно уже сейчас списать? Нет, здесь больше придется списывать, потому что, вот, я когда говорю, что не владеет реальной информацией, то у него, видимо, вот было такое понимание, вот. Оно основано тем, что где-то приедут на оборонные предприятия, им там какую-то вручную один экземпляр там устройств какого-то там оружия покажут, и они полагают, что все есть. Но оборонно-промышленный комплекс, как система развалин сегодня, и сколько этих денег не бросай, не могут приступить к выпуску современных, к серийному выпуску современных вооружений. Поэтому нужно сейчас, ну, есть, мы предлагали там ряд мер, значит, меры первоочередные и прежде всего, вот, геополитические, там, внешнеполитические и так далее. Игорь Григорьевич, вот наше время просто заканчивается уже все, да? Да, и восстанавливать эту систему. Но мне было крайне приятно с вами общаться сейчас. Придете еще? Приду. Отлично. Генерал-полковник Леонид Ивашов. Адрес знаю. Был в реальном времени. Спасибо огромное. Далее новости. Придете.